Мир вам, дорогие братья и сестры! Моя тема, братья попросили, вот заключение нашего общения, попытаться как-то раскрыть, это побеждающая церковь. Побеждающая церковь. Я хочу сказать, что в зале сидят сейчас побеждающие члены церкви. Столько времени слушать, мне кажется, у вас осталось место уже, вот в вашей голове и сердце, только для этих слов. С миром Божьим! Благословение Господне! Или готовы еще слушать? Почти готовы, да? Я постараюсь вложиться, друзья, вот вовремя отведенное, и некоторые моменты хотел бы раскрыть или поделиться. Я думаю, что это нас волнует, побеждающая церковь, как определить, какова она, каковы критерии побеждающей церкви, вот, ну, о какой церкви мы можем говорить, что она побеждающая. Вообще победа, дорогие друзья, как мы понимаем, что такое победа, и кому не хочется быть победителем? Каждый хочет быть победителем, то ли это в спорте, когда соревнуются молодые люди в любом виде, каждый из них желает быть победителем, то ли это болезнь, и человек желает быть победителем, победить эту болезнь, и принимает разные методы, советы, лекарства и так далее. То есть каждый старается одержать какую-то победу. Ну, к примеру, даже еще, вот молодежь здесь находится, одна девица, одна невеста, невеста, а два жениха, и каждый из них тоже хочет победить, правда? Это жизнь, это то, с чем мы встречаемся, это то, что нас сопровождает. И когда произойдет брак-сочетание, когда молодые люди вступят в брак, то желание быть победителем продолжается. Жена желает победить мужа, а муж желает победить что? Жену. Это правда. И можно было бы продолжать этот перечень. Вот, ну, суть самой победы, она нам ясна. Друзья мои, мы сегодня ведем разговор о побеждающей церкви. Ветхий Завет и Новый Завет, они много говорят на эту тему. Говорят о победах и говорят о поражении. Победы и поражения бывают физические и бывают духовные. Ну, например, отдельные люди, они терпят поражение в той или другой сфере своей жизни. Отдельные семьи, они терпят поражение, и семья распадается, дети остаются сиротами. Вот, горе, слезы для родителей, для оставшихся одиноких теперь жен и мужей. Вот, целые государства, целые царства, они терпят поражение. Мы с этим знакомы. Но о чем можно говорить, когда вопрос касается церкви? Может ли быть церковь, вот, которая переживает поражение, и может ли она быть непобеждающей церковью? Когда мы говорим о вселенской церкви, я понимаю, тогда мы помним слова. Врата ада церкви что? Не одолеют. То есть вселенская церковь побежденной никогда не будет. И это да и аминь. Поместные церкви, поместные церкви, они имеют такую опасность потерпеть поражение. История об этом говорит, что поместные церкви имеют такую опасность. Например, Ефес и Ефесская церковь, об этом нам история говорит очень и очень ярко. Некогда процветающий город, некогда процветающая церковь в Ефесе, она потерпела поражение, и светильник этой церкви погас. Так говорит история. Ефес разрушен в 262 году. Сегодня на месте, где был этот город, вот находится селение Айасулук. Это деревня, где проживают мусульмане от христианства. То есть потерпела поражение вот эта Ефесская церковь, дорогие друзья. И поэтому мы сегодня говорим, как быть побеждающей церковью. Нам охота быть побеждающими. Давайте вместе откроем книгу Откровения, вторую главу. Вот и третья там будет. Я не буду сейчас читать отдельный текст. Просто вы следите. Следите. Я хочу на примере вот этих церквей и этих посланий сими церквами показать для нас в добавление к тому, что уже было сказано. Я думаю, если мы были внимательны, то из всего того, о чем говорили нам братья, мы уже сделали какое-то заключение, какая церковь является побеждающей, а какая церковь переживает поражение. Итак, каковы же признаки церкви, которая является побеждающей? И каковы признаки церкви, которая терпит поражение? Это очень и очень серьезно. И серьезность еще заключается в том, что церковь, она может совершать служение, она может еще жить. У нее могут быть проекты, у нее могут быть какие-то цели, и кажется, на первый взгляд, эта церковь живая. Но когда начинаешь вникать, когда начинаешь смотреть, беседовать, размышлять, тогда определяешь, что церковь уже побеждена кем-то и чем-то, или она на грани поражения. Она еще вроде живая, есть какое-то движение, но на самом деле церковь уже умирает. И как бы хотелось, чтобы мы, говоря о церкви, о ее роли в последнее время, могли определить для себя вот эти ориентиры и с помощью Господа сделать все от нас зависящее, чтобы по местной церкви, в том числе и ваша, она была побеждающей церковью вот в этом мире, который ждет, ждет Господа Иисуса Христа как судью. Потому что так говорит нам Священное Писание. И мы должны быть побеждающими, чтобы проповедовать Евангелие. Итак, давайте обратимся к Первой Церкви, это Церковь Ефесии. Вот какая характеристика этой Церкви и какой категории мы можем отнести вот эту Ефесскую Церковь, либо к побеждающей, либо к Церкви, которая потерпела поражение. На первый взгляд, характеристика ее, это вторая глава книги Откровения с первого стиха. Пожалуйста, следите, смотрите, да. Характеристика такова, эта Церковь очень много трудилась, так говорит Господь. Он говорит, я знаю Твой труд, я знаю Твои дела. То есть труда было много, она трудилась для Господа, она совершала многое в своей жизни. Она имела терпение, дорогие друзья. Господь говорит, я знаю Твое терпение. В одном из переводов сказано, я знаю Твою стойкость. Не просто терпение, а стойкость. То есть были испытания, были трудности, были переживания, были страдания, Но церковь была стойкая, она переносила это, она терпела это. Далее Господь говорит, ты не можешь сносить развратных, то есть, кажется, она бодрствовала, была на страже и оберегала верующих, членов церкви, оберегала саму себя от всяких развратных людей. Это не люди оттуда с улицы, дорогие друзья. Речь идет о людях развратных, которые проникли в церковь и производили свою злую работу, разрушая дело Божье. Я хочу, чтобы вы в этом думали. Что это за люди, дорогие друзья? Это люди, которые проникли в церковь нерожденные свыше, которые, может быть, под видом крещения, как нам кажется, они просто искупались и все, не пережив рождение свыше. И вот эти люди, они производят тоже влияние, и они не содействуют тому, чтобы церковь была побеждающей. Я хочу, чтобы мы к этому отнеслись очень и очень серьезно. Когда мы готовим молодых людей к крещению, чтобы мы с вами понимали, что человек, который желает заключить завет с Господом, он должен пережить рождение свыше. Он должен стать новой тварью. Вы помните слова Иоанна Крестителя на берегу Иордана, когда определенной категории людей он вынужден был сказать по рождению ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И, продолжая речь свою, говорит, сотворите достойный плод покаяния. Не просто даже покайтесь, а сотворите достойный плод покаяния. Я хочу, чтобы служители и церковь вся, в общем, она была на страже. Далее Господь говорит в Ефесской церкви, испытал тех, кто называют себя апостолами, но они лжецы. Что это значит? Это могли в церковь приезжать гости под видом апостолов, проповедников, странствующих, но церковь была на страже, служители были на страже. Они испытывали этих людей и, проверяя, они принимали решение допускать или не допускать, какие будут последствия и так далее. Лжеапостолы и лжебратья – это бич современного христианства. Далее он говорит, ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Это все положительная характеристика, набор, дорогие братья и сестры, вот этих благословенных качеств. Я не буду останавливаться на людях, кто такие николаиты, просто скажу, что их учение, их понимание, которое они производили, оно приносило в церковь идолопоклонство, распутство. Это то, что они практиковали, то, от чего они не воздерживались, дорогие друзья. Главное сердце. Мы сегодня живем тоже в таком мире, когда молодые люди, подходя к нам, говорят, знаете, главное сердце. А то, что вы видите вот снаружи, это все не имеет никакого значения в очах Господа. Мы с Виталием Викторовичем, когда ехали с аэропорта в четверг, беседовали так, и этого вопроса коснулись. И он напомнил слова одного служителя, когда подошли молодые люди к нему и говорят, главное все-таки сердце, вот, и вы его не знаете. А то, что снаружи это все второстепенно, и Богу это не важно. Брат-старец-служитель посмотрел на них и говорит, я вам, говорит, хочу просто сказать, вы же понимаете, что на витрине, то и в магазине. Правда, да? Что на витрине, то и в магазине. Какая внешность на витрине? Какое поведение на витрине? То и в сердце, то и в магазине. И более того, иногда на витрине бывает еще более-менее товар. А когда зайдешь внутрь, то, что на витрине, не находишь даже. Там еще хуже. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, это было все в Ефесской церкви. И в наше время, дорогие друзья, немало людей, которые пытаются превратить благодать в повод к распутству. И что происходит дальше? Дальше Господь говорит, но имею против тебя. Вспомни, откуда ты не спал. Что он имел? Ты оставил первую твою любовь. Если бы это было просто и для Господа не имело особого значения, и он бы как-то что-то другое посоветовал, но он говорит, покайся и твори прежние дела. Да, друзья мои, при всем том, что имела церковь в Ефесе, она терпела поражение в очень главном вопросе. Она потеряла первую любовь. Она не могла быть церковью побеждающей, и мы это знаем, дорогие друзья. Итак, побеждающая церковь – это церковь, которая хранит первую любовь. Я хочу, чтобы мы себя проверили. Каждый из нас проверил себя как член церкви. Вот эту первую любовь, я сохранил ее. Я являюсь побеждающим христианином в моей жизни, во всех переживаниях, во всех искушениях, тревогах, во всех напастях, дорогие друзья. А может быть, я тоже упал уже с этой высоты. И Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал. Откуда? Что за высота? А эта высота была первой любви. Брат мой, сестра, вспомни эту высоту. Она была у меня и была у тебя. Она была в жизни каждого христианина, молодого человека, средних лет, пожилого. Эта высота была. Высота первой любви, когда мы обратились к Господу. Когда была первая встреча с нашим Спасителем. Это действительно была высота. Когда все другое для нас теряло смысл. Для нас было главное служение, для нас было главное общение друг с другом, с Господом, поклонение Ему, участие в служении. Проповедь Евангелия, свидетельство мы сегодня слышали. Это была высота, на которой мы были в день покаяния. Мы не упали оттуда. Я спрашиваю себя, не потерял ли я эту первую любовь. Друг мой, если это произошло в моей жизни, то я не могу быть победителем тогда. Церковь не может быть побеждающей, если она оставила первую любовь к Господу. Это признак очень и очень серьезной, явной, видимой и так далее. И может быть еще одно, о чем хочется упомянуть в этой связи. Братья и сестры, любовь охладевает постепенно. О, если бы мы ее теряли сразу, просто так. Мы ее теряем постепенно, эту первую любовь. И когда это происходит постепенно, мы не замечаем, и нам кажется, ну ничего в моей жизни не изменилось. Все происходит точно так. Я посещаю церковь, я плачу десятину, даже я иногда участвую в служении. Но горит ли мое сердце так, как оно горело, когда я свидетельствую, когда говорю, когда пою, когда читаю Слово Божье? Вспомни, откуда ты не спал. Друзья мои, Писание говорит, Бог есть что? Любовь. И давайте будем помнить, что тот, который есть любовь в своей сути, он не может примириться с потерей первой любви своих детей. Если он есть любовь, если сущность его любовь, то он ревностно относится к этому вопросу и не может смириться с тем, когда дети его теряют первую любовь. Итак, это первый признак, по которому мы можем определить, могу я быть победителем, или я буду терпеть поражение, или я сейчас уже терплю поражение в борьбе со грехом, со скушениями. Я чувствую нелады в моем сердце, нелады в моей семье, нелады в моей жизни, нелады в моем браке и во многих вопросах. И я ищу ответы, что случилось. И дьявол приходит и шепчет, что случилось, а ты не в той церкви. Ты видишь, какие служители здесь? Ты видишь, какая церковь здесь? Давай, переходи, ищи новую. В конце концов, свою открой, и все это вернется. Друзья мои, проблема не в этом совсем. Давайте проверим себя. Если я переживаю такое состояние, значит, я упал, наверное, с высоты вот этой первой любви, которая когда-то была у меня, которой горело мое сердце, дорогие друзья. Второе. Когда мы идем дальше, Пергамская церковь, мы читаем о ней. Я пропускаю Смирнскую, потому что к ней никаких претензий не было у Господа. Абсолютно. Там были слова ободрения. Но когда мы читаем обращение к Пергамской церкви с 12 стиха, я обращаю наше внимание на слова. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны и так далее. То есть Господь опять говорит о том, что Он все знает. И Он дальше говорит. Он говорит о том, что ты остался верен, когда в твоем городе был умершвлен верный свидетель мой Антипа. То есть были гонения, преследования были. А ты остался верен. Ты не отрекся именем его. Это очень важно. Действительно, Он был победителем в этих вопросах, дорогие друзья. Он говорит, что когда был убит Антипа мой свидетель, ты остался верен. Тебя это не испугало. Тебя не победил страх. Ты не дрогнул даже. Вот перед этими гонениями история говорит, что Антипу возлюбленного казнили таким образом. Раскалили. Раскалили быка. Да красна там или как. И вот во внутренности раскаленного быка сожгли Антипу, замучили. Друзья мои, нам это представить сложно. Но Он говорит, ты вот в этом состоянии, когда были такие гонения, ты не дрогнул. Но Он говорит, но у меня есть к тебе претензии. У тебя есть держащиеся учения Валаама и учения Николаитов, которые учат и народ соблазняют кушать и доложертвенно и любодействовать. Желающие прочитать эти истории, прочитайте дома. Книга Чисел, глава 25-31. Там говорится об этой беде, которую принес Валаам, который научил, дорогие друзья, научил, чтобы народ Божий блудил с моавитянками. Он пришел таким хитрым путем и принес вот это, и многие откликнулись и пошли за этим учением. Библия говорит нам, что было поражение великое за это дело. 24 тысячи Бог поразил тех, которые увлеклись вот этой ересью и этим учением. Вот такая распущенность проникла в церковь, дорогие друзья. Церковь сближается с миром. Мы слышали стих. Мне кажется, этот стих был как раз для нас подумать. Я побеждающий или я переживаю поражение. И Писание говорит, смотрите, вы должны бороться с этим горьким корнем, который когда-то вдруг проникает в церковь. Иначе он принесет много и много беды. Он станет причиной многого вреда. Берегись, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил много вреда. Мы думаем, что какое-то проникновение лжеучения, какой-то ереси, оно в общем-то не имеет нас успеха. Мы в общем-то стоим и проповедуем слово. Но, братья и сестры, не только отсюда проповедуется слово, но и там, в среде, в вестибюле, дома, на работе, на отдыхе, где-то находятся вот такие валаамы и начинают работать отдельно с каждым сердцем. И они остаются в церкви. Они этому поддаются и причиняют потом вред, причиняют беду. Дорогие друзья, побеждающая церковь – это церковь, которая извергает из средов своих, из среды, из рядов своих ереси, лжеучения и мирские проявления. Если мы это будем извергать, если мы будем этого остерегаться, вот тогда мы будем побеждающей церковью. Я хочу, чтобы в это последнее время, когда нападки дьявола, они очень и очень велики, чтобы мы бодрствовали, хранили себя и были на страже. Касаясь этого вопроса, друзья, можно говорить и о Феатирской церкви, вот, потому что там продолжается то же самое, о чем мы сейчас говорим. С 18 стиха ангелу Феатирской церкви напиши так и так, знаю твои дела, любовь, но, в 20 стихе он говорит, но имею против тебя, потому что ты попускаешь жене и изавеле. О чем я хочу сказать? Грех попустительства, мы сегодня тоже слышали об этом. Друзья мои, когда в церкви есть этот грех, когда церковь попускает вот такие вещи, она не может быть побеждающей церковью. Она будет переживать поражение, так говорит нам Священное Писание. И это поражение, может быть, не видно сразу, оно проявится через время, оно проявится, может быть, даже в следующем поколении. Если мы это попускаем, оно проявится в наших детях, а может проявиться и в наших внуках. Не будем этого забывать. Мы ответственны перед Богом, дорогие друзья. Что мы вложим, что оставим, чему научим, от чего поможем воздержаться, это ответственность наша. Если мы хотим быть побеждающей церковью, чтобы дети наши были с нами, чтобы внуки наши были с нами, мы обязаны проверить себя. И если живет в нас этот грех попустительства, братья и сестры, мы должны, наверное, сегодня обратиться к Богу, попросить прощения, милости у Него и сказать, Господи, мы терпим поражение. Мы хотели бы быть победителями. Прости нас за попустительство, что не хватило мужества, не хватило силы, не хватило дерзновения. Где-то что-то запретить, а мы это должны делать. Павел Тимофею говорит в послании, запрещай, увещевай, настой во время и не во время. Нам сегодня говорят, зачем такая строгость. Друзья мои, эта строгость обернется потом вам в благословение. Поверьте, поверьте, если мы будем заниматься попустительством, тогда будет беда. Поэтому проверим, если мы желаем быть побеждающей церковью в жизни нашей, вот этого греха попустительства быть не должно. Когда Моисей был на горе, помните, да, Аарон остался внизу, сделали золотого тельца, и там написано, это ты допустил. Это ты допустил. Для чего? Друзья мои, я хочу, чтобы мы об этом думали серьезно. Мы живем в стране, в которой сексуальные меньшинства, 0,02% там не больше. Посмотрите, сколько они завоевали территории. И в Конгрессе, и в Сенате, и где их только нет. 0,02% они завоевали такую территорию. Люди сдались. Нормально, здравомыслящие люди сдались. Мы терпим сегодня поражение. Друзья мои, я у себя говорю, братьям, служителям, в церквах происходит та же самая картина. Находятся двое, трое, вот такие меньшинства, и атакуют служителей, атакуют всю церковь. Нам надо вот это, вот это не надо, вот это уберите, вот это было ваше, мы хотели бы вот это. И они давят, давят, давят в эти 0,02% и церковь сдается. Друзья мои, если мы желаем быть победителями, мы должны быть на страже. Время последнее, время серьезное. Я не хотел бы, чтобы мы это приняли как упрек. Я это, во-первых, говорю себе. И я верю, что вы желаете быть церковью побеждающей. Тогда будем об этом думать и держаться истины, держаться Евангелие. Сардийская церковь, переходим к ней. Первое, что хочется отметить, вот из Сардийской церкви, дорогие друзья, это 3 глава, с 1 стиха. Посмотрите, что здесь написано. Господь говорит, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив. Ты носишь имя, будто ты жив. Бодрствуй утверждай, прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. Вы знаете, когда я читаю этот текст, мне опять на память приходят встречи с молодыми людьми, которые с улыбкой говорят, а при чем тут дела? Делами мы не спасаемся, дела ничего не могут добавить ко спасению, мы все получили по благодати, и дела твои и мои не играют никакой роли. Этот стих говорит нам совершенно о другом. Посмотрите, что он говорит. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. То есть Бог даже оценивает дела. Они были в Сардийской церкви, но они не были совершенны пред Богом. И Господь ей этой церкви говорит о покаянии. Вспомни, что ты принял, и покайся. Поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы мы были очень и очень серьезны. Это слово, безусловно, опровергает учение о том, что дела наши не играют никакой роли. Они играют, потому что в нашей вере или через нашу веру мы должны показать эти дела. Побеждающая церковь, она должна быть живой. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты что? Но ты мертв. И я опять начинаю размышлять. Побеждающая церковь. То есть церковь носит имя, имя Христа. Она даже что-то делает, она что-то совершает. Да, но Господь говорит, своими очами глядя, Он говорит, ты мертв. Побеждающая церковь должна быть живой. То есть мы не только должны называться, но и быть детьми, дорогие друзья. А быть детьми Божьими, это значит в себе иметь жизнь Иисуса. Уже не я живу, но живет во мне что? Христос, братья и сестры, это очень важно. Иметь жизнь Иисуса в самом себе. Это признак побеждающей церкви или быть побеждающей церковью. Это значит иметь в себе силу Божию. Это признак того, что мы являемся детьми Божьими. Это значит иметь Духа Святого. Это значит иметь близкую связь с нашим Господом. Вот это есть признак того, что я живой христианин. Во мне живет Дух Святой. Я имею близкое отношение с Господом в течение всего дня. Проверим сегодня себя. Мы иногда говорим, что-то случилось, нету силы. Не могу победить самые простые искушения. Поражение за поражением. Братья и сестры, проверим. Возможно, у нас порвалась живая связь с нашим Господом. Возможно, мы потеряли. Дух Святой оставил нас на какое-то время, потому что мы ведем дни нашей жизни во грехе, не оставляя. Итак, побеждающая церковь – это церковь, в которой дети Божьи, они не только называются, но являются детьми Божьими. Я хотел бы, чтобы мы об этом подумали. Сардийская церковь, она проиграла битву с грехом. Она носила имя, что жива, но была мертва. Она проиграла битву с миром, дорогие друзья. Сардийская церковь. Она не могла быть победителем. Она терпела поражение. Я хотел бы, чтобы об этом мы, размышляя, могли проверить себя. Большинство оказались мертвыми, а другие оказались близкими к смерти. Это яркий пример для нас сегодня, когда мы говорим, каковой должна быть церковь, каково его место, церкви в этом мире. Проверим себя. И последнее. Ладийская церковь. Это ладийский период. Принято говорить, что это наш последний период. Церковь переживала болезненное состояние, и она не могла быть победителем. Болезненное состояние. В чем оно заключалось? В этой церкви господствовало самодовольство. Когда мы читаем это, он говорит, что я богат, разбогател, я ни в чем не имею нужды. И Бог говорит дальше, свой взгляд, свое определение. Так вот, самодовольство, самонадеянность и гордость – это то, что гуляло в стенах ладийской церкви. Она не могла быть побеждающей церковью. Почему? Потому что Бог гордым противится. Не просто их оставляет, он противится им. Это серьезное слово. Я хочу, чтобы мы опять себя проверяли. Я богат и разбогател. История говорит, читающие знают Ладикия, большой торговый город. В то время был, да. Там были огромные банковские дела, операции, медицина. Там изготовляли глазную мазь особую. И вот, возможно, все вот эти моменты проникали в церковь. Проникали в церковь. И они считали, что мы на должной высоте. Мы богаты, мы разбогатели. У нас все есть. Друзья мои, и Господь говорит, ты не холоден и не горяч. Ты тепл. Теплое состояние – это страшное состояние. Говорят, когда хочется очень пить в жаркую погоду, когда томит жажда, то стакан теплой воды становится противным. Когда огромная жажда в жару, теплая вода – противно, пить нельзя. Надо либо холодную, либо горячий чай. Друзья мои, я думаю, что это правда. Те, кто жили в Средней Азии, наверное, испытывали. Ну, не всегда, да, жажду надо утолять, чтобы не умереть. Но мы говорим о состоянии теплом, о состоянии горячем и о состоянии холодном. Сердца ладикийцев, они были раздвоены для мира и для Бога. Не служили всем сердцем, всей душой. Их святость была только в стенах Дома молитвы. Святость ладикийцев была в стенах Дома молитвы. И когда члены церкви выходили из Дома молитвы на улицы, святость вместе с ними не выходила за двери молитвенного дома. Так сказал кто-то. И я проверяю себя и хочу спросить, Господи, а когда я на скамьях в молитвенном доме, да, я святой, а когда выхожу из Дома молитвы, святость моя идет со мной или остается здесь на этих скамьях? Побеждающая церковь, побеждающие верующие – это те, кто, выходя из Дома молитвы, не забывают святость с собой и не оставляют ее здесь, а берут с собой повседневную жизнь на учебу, на работу, на улицу для свидетельства. Вот тогда христианин и тогда церковь является побеждающей. Итак, ладикийские верующие, они растеряли небесные сокровища, они растеряли веру, надежду и любовь. И эта проверка сегодня для нас. И что дальше происходит? Я обращаю внимание, Господь говорит, ты наг, ты нищ, ты беден, ты слеп. И говорит, я советую тебе купить у меня. Сразу вопрос, как купить? Ведь все же Господь дает даром. Какая еще плата? О чем вы говорите? Вот-вот мы и говорим вам, армяняне, вы несчастные. У вас все покупать, у вас все надо зарабатывать. Но это Слово Божие, советую тебе, что? Купить у меня. Встает вопрос, как это понять? Что значит купить? То, что предлагает Господь. И золото, и одежда, и глазную мазь, и так далее. Друзья мои, для нас, для спасения сделано все. Туда мы не добавим ничего. Для креста, для страданий Христа, для Его крови, ничего не добавим. Но есть нечто, что мы должны заплатить, чтобы приобрести это и взять уже приготовленное. Улыбаясь, мне говорят, а что ты должен заплатить? Описание говорит. Плата следующая. Вот несколько моментов. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет что? Любви Отчей. Кто любит этот мир, тот становится врагом что? Как вы считаете, это плата или нет? А я считаю, это плата. Оставить все, чем жил я в мире. Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я почитаю за ссор. Друзья мои, это плата в определенной степени. Я должен оставить. И сегодня многие верующие переживают борьбу по этому вопросу и не могут оставить. Их манит мир, они чего-то оттуда берут. Мы сегодня слышали об этом замечательное слово. Даже мирские методы проповеди Евангелия, которые сегодня набирают силу, они Богу не угодны. Они Богу не угодны. Мы не можем чистая Евангелие проповедовать грязными методами. И это правда. Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы в этом подумали. Дружба с миром, вражда против Бога. Плата наша, это полная самоотдача. Отдача полного сердца без остатка Господу. Мы слышали сегодня, не хочу полуправды и так далее. Писание говорит, кто возлюбит отца, мать более, меня, не достоин меня. Кто не берет крестанство его и следует за мною, тот не в числе моих учеников. Я не смущаюсь от этой платы. И я хочу в своем роде, понимая, купить это. То есть оставить мирское, а вот это приобрести и пойти за Господом. Проверим себя. Владикийская церковь, она не была побеждающей. Она потерпела поражение. Такую цену уплатили наши братья, наши отцы. Они не бесплатно веровали, братья и сестры. И когда мне скажут, а что они платили, многие из наших отцов заплатили, и цена эта была 10, 15, 25 лет в заключении. А многие не вернулись. Это цена была, но они остались верны Господу. Цена была каторга. Цена была смерть. Я недавно у себя молодежи говорил на общении, когда мы имели встречу. Я говорю, друзья, я знал одного человека в Киргизии, у нас в Бишкеке. Реймер, там Давид есть, вот его дедушка. Когда взяли его, КГБшники, и пытали, то метод пытания был. Взяли, подвешили за ноздри двумя металлическими крючками и подняли на лебедке. Связав руки сзади. Да, зашептались молодежь. Я говорю, на этом не кончилось. Они раскалили шомпол, ну, может быть, кусок арматуры, там еще не знаю чего. И простите, в задний проход. Друзья мои, это цена, которую платили наши отцы, наши дети, деды. Я хочу, чтобы мы в этом думали серьезно. Это плата. Поэтому ладикийцы, они не одержали победу. Они были в поражении. Я хочу, чтобы мы помнили об этом. Все апостолы, они заплатили цену следования за Господом. Чем объясняется бессилие церкви сегодня? Оно объясняется многим. Мы в жизни живем во время роскоши. Золотые храмы, золотые купола. Все удобно, все хорошо. Я никого не сужу. Я констатирую факт, который на сегодня просто-напросто очевиден для каждого из нас. Мы стали более склонны к политике. Мы стали более склонны к спорту, к интернету, к бизнесу, к угождению своей собственной плоти. Если все это во мне живет, друзья, тогда я не могу быть победителем. Я буду терпеть поражение. Я призываюсь сегодня в последнее время, когда шаги Господа на пороге, они слышны. Посмотрите, что происходит кругом. Я должен проверить себя, чтобы быть победителем, потому что побеждающий только наследует все. В таком же состоянии церковь не может быть побеждающей. Чтобы быть побеждающей, нужно помнить слова. Ищите прежде всего Царствие Божие. Церковь вне политики, она не от мира сего. Она церковь вне спорта, дорогие друзья. Я об этом тоже говорю. А мне говорят, ну эти спортсмены верующие. Я говорю, да, два боксера, таких знаменитых, тоже верующие. Один в своем углу молится, Господи, помоги мне набить морду сопернику. А другой в другом углу, Господи, помоги мне его одолеть. Я говорю, бедный Господь, как ему решать? Наверное, жребий бросают там. О чем мы говорим? Поэтому церковь, она вне спорта, она вне политики, дорогие друзья. Она должна угождать Бога, Богу. И давайте проверим себя в этот вечерний час. Хочется пожелать, заканчивая наше общение, работу этого съезда, чтобы мы ушли отсюда с желанием быть побеждающими. А если кто-то оказался и переживает поражение, тогда сегодня есть возможность прийти к Господу и сказать, Господи, я уже столько раз падал, я столько раз тебе обещал, я спотыкался, я снова пачкал свою одежду, Иисус. Ну что мне делать? Приходи к Нему. Приходи, помолись Ему и скажи, Господи, я хочу быть побеждающим христианином. И если это случится в твоей жизни, Господь выйдет навстречу. Господь выйдет, простит тебя и даст тебе силы быть побеждающим христианином. И когда мы все будем побеждающими, тогда и церковь наша будет побеждающей. Господь да благословит нас, да поможет нам. Слава Ему за все. Аминь. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры.